всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики и все кто попал на это видео с кем поделились этим видео с кем я поделился этим видео ну или кто на него наткнулся где-нибудь на широких просторах интернета зовут меня кузнецов дмитрий евгеньевич интернете известен как веган христолюб наконец-то и я добрался до этой темы и записываю ролик о том что молоко является злом что потребление молока и всех молочных продуктов для святого человека для людей которые называют себя святыми христианами верующими в бога во что-либо самое светлое доброе святое для них употребление молока и молочных продуктов неприемлемо этот ролик я пишу с надеждой на то что его услышат разные люди конечно же не только христиане хотя сам я себя называю христианином каковым являюсь но для меня слово христианин и слова святое одно и то же если ты творишь беззаконие если ты участвуешь беззаконних если ты причиняешь кому-либо боль страдания возможно даже лишаешь жизни какое-либо живое существо на этой земле богом сотворенным при том условии что бог является природой всячески всего то ты никакой не христианин ты никакой не святой ты никакой не дитя божье кем бы ты себя не называл не мнил ты таковым не являешься ты обманываешь сам себя еще христианство из такое понятие как прелесть ты льстишь себе сам я лично поделюсь этим роликом со своими друзьями знакомыми христианами не христианами проповедниками истины или еще как они себя называют потому что тема очень важная если вы даже вегетарианец но из вегетарианцы не станете веганами потому что вегетарианцы ограничиваются лишь отказом от продуктов произведенных посредством убийства живого существа так называемого мяса и всего от него производного то эти люди еще не достигли совершенства потому что совершенство в том чтобы любить все божье творение любить бога во всех его проявлениях и в частности производство молока и потом от него всех молочных продуктов это сопряжено все со злом страданиями насилием и даже смертью об этом мы сегодня поговорим я сразу в этом ролике во первых я буду благодарен тем кто напишет таймкоды к этому видео я буду достаточно ступенчато говорить я редко готовлюсь к роликам говорю все по сердцу от сердца и без всякой какой-то накиданный кто знает там сценарием кто-то делает но к этому ролику я немножко подготовился я не делал никаких текстовых набросков но я собрал во время моей деятельности в интернете в социальных сетях я набралось мне достаточно разных картинок которые отражают суть того что я о чем сегодня буду говорить именно пользуюсь ими показываем слайды я буду их комментировать вот такая у меня получилось такой получился сценарий из иллюстрации но при этом я буду достаточно четко ограничивать разделять переходы тем вам таймкоды будет очень легко написать это раз второе я об этом скажу еще в конце но хочу сказать наперед если вы когда-либо уже смотрели меня смотрите как-то общались со мной кратко или близко если после просмотра этого ролика кстати вы можете если у вас есть молоко в доме или какие-то молочные продукты и вы еще их употребляйте вы можете налить стакан молока поставить его перед собой может быть будете даже оттуда отхлебывать но если к концу этого видео вы не вылить и то что там осталось а возможно вы поставите его пока и не будете к нему притрагиваться если в конце этого видео вы не вылить его в раковину или в унитаз или еще куда-либо и продолжите употреблять молоко и молочные продукты то я вас попрошу ну или поставлю ультиматум как хотите о том чтобы мы с не общались да мы вынуждены общаться с грешниками этого мира мы общаемся своими родителями друзьями детьми и родственниками которые грешники у кого-то может быть святые да их да дает а то бог что у вас есть такое счастье в жизни но основную массу святых людей как иисус говорил ибо мы малое стадо окружают грешники и как говорил апостол павел что если бы нам с ними не сообщаться нужно вообще выйти из мира тему называл ну по сути просто взять и умереть закончить жизнь самоубийством да мы и призваны к тому чтобы быть светом и солью этого мира но если как тот же самый апостол павел и как делал по примеру своего учителя иисуса если вы называясь святыми братом сестрой христианина свободного христе творите беззакония то таких надо удаляться таких надо отвергать и не сообщаться и не спорить и после первого второго разумления отходить этим занимался иисус этим занимались его ученики иисус так и сказал братья мои сестры мои мать моя тот кто исполняет волю божью о воле его как сказал еще один его очень любимый им ученик иоанн богослов апостол любви чтобы мы веровали в иисуса христа и любили друг друга все божье творение и чтобы мы не только нам дана власть и счастье и радость называться но и быть стать и быть прежде чем быть надо стать детьми божьими это происходит не по вере в иисус христа а по вере и любви друг другу к ближнему а ближний это тот кто находится в области нашего зрения в децибелах и частотах нашего слуха на расстоянии нашей вытянутой руки все это что нас окружает бог всячески во всем и есть наше близкое окружение и поэтому если вы конечно после этого ролика продолжите заниматься этим беззакониями то я попрошу не делать даже попыток со мной общаться я не хочу мне достаточно общение тех людей которые действительно не только называются но и являются святыми недостаточно общение с грешниками которые выносят мне мозг в реальности в интернете если вы действительно такими называетесь но творите беззакония вы просто самообманщики вы лжецы и прелестники не важно кто вы сколько лет вы в христианстве святости проповедник вы или нет общались мы с вами близко я в принципе когда общаюсь с людьми конечно в живую или даже в интернете я конечно же стараюсь быть максимально доброжелательным и любвеобильным но если я как уже еще раз повторюсь вы называясь святы творите беззаконии то я естественно с такими людьми рву общение только для того чтобы дать им понять что вы делаете неправду особенно все равно я буду особенно обращаться к одной из такой каст мира которым я считаю должна быть и есть солью и светом земли это христиане настоящие христиане которые хотели бы быть настоящими христианами для которых действительно слово христианство и святость это одно и то же слово ты сказал христианин ты совершенный ты святой ты не творишь зла никому ты сколько можешь делаешь добра для тебя слова иисуса не простые не праздные а иисус говорил блаженный алчущие жаждущие правды в этом ролике я буду говорить правду я буду говорить истина а истина это то что есть это то что нас окружает я ничего не буду придумывать говорить вам того чего не существует в мире мы просто посмотрим на то что такое молоко откуда она берется и зачем его употреблять и к чему это приводит вот и все поэтому если вы называете христианином я поделюсь с вами этим роликом потому что я не попугай я много раз в сообщениях личных писал что не могу каждому одно и то же все время долгонить я для этого и проповедую для этого я пишу свои ролики сохраняю их никогда их не удаляю собираю их по полочкам раскладываю там по плейлистам что было понятно чтобы было быстро можно найти доступ к ним и поделиться с человеком чтобы человек узнал эту информацию простую несложную доступную каждым все что сегодня буду говорить в принципе можно этими роликами поделиться даже со своими детьми показать им при вас вместе послушать в этих роликах не будет супер жестоких кровавых сцен хотя молочное производство молока и молочной продукции связано с этим но я буду говорить об этом больше словами каких-то шокирующих и действительно возможно который действительно если бы человек видел в реальности даже повреждал его психику любого нормального человека уж тем более ребенка в этом ролике не будет я сразу об этом говорю поэтому в принципе можете поделиться или даже посадить своих детей перед экранами и уйти если вы уже смотрели этот ролик и сами во всем этом убедились в том что сегодня говорю потому что я убежден что дети не знаю конечно какого они у вас уровня как вы их воспитываете их уровень интеллектуального там умового развития но я думаю что дети от 12 13 лет а может быть даже уже от 10 способны меня слышать а уж тем более услышать потому что детские сердца еще не так окаменелые юношеские сердца все-таки назову не совсем детскими возраст 13 15 16 все-таки уже юноши подростки отроки я уверен что они у меня способны и услышать даже больше чем взрослые хотя по идее все мои проповедь для взрослых потому что нет большего авторитета для ребенка и пример для подражения чем его родители по заповеди иисуса опять обращаясь к христианам он говорил сотворите и научите поэтому любые особенно проповедники вы знаете которые я слышу которые продолжают и употреблять трупы убитых живых существ и без самими убитых или проплаченных эти убийства молоко и молочную продукцию которую мы сегодня поговорим каким образом ее она попадает к на стол этим же самым там проповедником я всегда удивляюсь о каких песнях они о какой любви в своих песнях они поют потому что дела их обличают в том что они беззаконники что их сердца окаменелые а ум отсутствует сегодняшний ролик я не претендую на то что я охвачу всю все вопросы очень часто по каком-нибудь в какой-нибудь теме возникает достаточно обширный круг вопросов но того что сегодня скажу вполне достаточно христианину дитю божьему дитю света чистому светлому человеку достаточно тех аргументов которые сегодня достаточно будет даже одного аргумента который мы сегодня одного образа одного примера одной той истинной информации мотивации как хотите все о чем мы сегодня будем говорить достаточно одной рубрике вот которую мы с вами затронем разные вопросы по молоку достаточно одного примера чтобы отречься от этого зла и не участвовать в этом более того со временем встать на ну вы уже встанете на защиту и проповедь света когда перестанете эти беззаконии но это будет пассивное такое до проповедь потом вы конечно же от избытка сердца и жизни заговорят и уста вот и поэтому конечно же я не претендую на ответы на все вопросы в интернете есть много роликов много информации на эту тему я скажу так как говорю я но этого будет достаточно конечно же я не отвергаю вашей ролик будет длинный готовься знает я не умею говорить короткие проповеди минимум это полчаса но этот ролик будет скорее всего часа на полтора на два но я думаю один раз в жизни стоит уделить время особенно кто знает меня хоть как-то хоть один ролик смотрел хоть как-то ко мне тянется к тому что я говорю не жмет сразу на красную кнопку то дослушайте это ролик до конца какой бы он длинный не было это время вашей жизни не окажется потраченным она кажется посвященным истине и вот и конечно же я если вы захотите после этого все равно пообщаться кем бы вы не были если грешник это вообще отдельный вопрос я всегда готов к общению еще каким-то беседам диалогом монологом дебатам но если я знаю мы с вами давно общаемся недавно или вы представитесь и назоветесь святым человеком светлым христианином детям божьим дитями света которые как бы якобы из себя вот это все мне от и строит то конечно же с вами у меня будет достаточно короткий монолог диалог но мы поговорим если какие-то вопросы остались что-то непонятно может быть вы впервые попали на мой ролик и в шоке от того что я говорю тем более в такой ультимативной форме в которой говорил постоянно иисус со всеми людьми и со своими учениками и родственниками и окружающими людьми то что я к всему сегодня я буду призывать вообще отказ от молока если вы сегодня не сможете этот отказаться вы просто окажетесь похотниками признаетесь в том вашей деятельной жизни а то что вы просто похотливы просто похоть вашего чрева перевешивать все самое светлое доброе что есть на этом свете я не буду как иисус сегодня требовать от вас продать все имение я не буду от вас сегодня требовать ходить за мной не имея места где плак преклонить голову я не буду сегодня от вас требовать стать совершенными во всем и всегда хотя именно к этому призван святой человек сегодняшний ролик об одной добродетели и об одном грехе это употребление молока но не самого молока а всего того зла которое за ним стоит на этом мое вступление не краткое закончено в 15 минут я вижу и мы с вами приступаем к разбору самой этой темы и я открываю такой вот просмотрщик картинок начинаем мы неважно христианинов или нет с библии знакомы наверное немалая часть человечества на земле все прекрасно знают тех кто с ней хоть как-то пытался знакомиться даже вплоть до детской библии первую главу книги бытия первую первой книги библии который рассказывает нам о сотворении богом всего на земле в этой книге многим известно но я повторюсь и прочитаю это вслух читаем хотя бы с 28 по 31 стих и благословил их бог и сказал им бог речь идет здесь о сотворенных людях плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими над зверями над птицами небесными на всяким скотом и над всей землю и на всяким животным пресмыкающимся на земле сразу дам свой комментарий который уже неоднократно давал конечно же на своих каналах при чтении библии что здесь владычество и господство подразумевается любовь и забота потому что владыка и господь наш есть бог и мы его всегда представляем в своем сердце уме самым любвеобильным заботливым существом творцом на земле родителям нашим другом и братом и женихом и мы не подразумеваем господство тирании мы подразумеваем господство что он заботится о нас здесь речь о том же сам господь учит людей дает им заповедь заботиться любить проявлять добро ко всему что дано ему во владение точно так же как всем владыка всего является господь и бог это раз а то многие даже вырывают умудряются эти стихи за которыми идет непосредственно заповедь о питании умудряется вырывать даже эти стихи из контекста и переворачивать так и влагать них смысл что якобы я владыка всего я чё захотел то взял убил и сожрал заковал в оковы поставил в стоило и даю издеваясь над животным что же мы читаем дальше и сказал бог вот я дал вам всякую траву сеющие семя как а есть на все земли и всякое дерево которую плод древесно сеющий 7 вам все это будет в пищу а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому году присмыкающими по земле в котором душа живая дал я всю зелень травной в пищу и стало так и увидел бог все что он создал и вот все хорошо и был вечер и было утро день шестой вы знаете насколько я удивляюсь что особенно люди называются христианами там иудеями пожалуйста для них это такая же книга это все из ветхого завета мусульмане те же самые которые весь их не коран это пересказ библии краткий такой пересказ своевольный до мусульманскими богословами потому что ниоткуда не спослана был написан такими же человеками разве бог глупее человеков вы знаете все те люди которые ссылаются на библию религиозники там псевдо христиане ссылаются на все остальные места в библии кроме этого чтобы оправдать беззаконие в виде убийства животных пожираниях трупов приносение в жертву сдирание с них шкоры чтобы одеться хотя ты не имеешь в этом нужды опытов проводя над ними ради лекарства и здоровья человечества эти люди не познали истины это единственное место в библии с которого начинается людям откровение о том что бог есть абсолютная любовь и почему-то знаете когда люди вырывают все остальные стихи где люди сами повредили этот мир внеся в него беззаконие зло грехи страдания скорби слезы и даже смерть не хотят в своей голове получается бестолковый и бессердечный уразуметь то что все что в библии дальше описано это описано грехи человеческие и как бы люди не пытались все то зло приписать богу все свои беззаконие нормальные дети божьи понимают что бог не мог вначале быть получается умным и добра а потом стать тупым и бессердечным бог посмотрел на то что он создал и вот это хорошо весьма совершенно человеку животным было все дано в пище все что не имеет живой души выше мы конечно сегодня стали все читать у меня полно роликов на эту тему кто хочет по библии разобраться пожалуйста на канале христалют библии чтение библии иных писаний христалют веган чтение библии иных писаний есть вся библия записана целиком я всем даю ссылки пожалуйста ознакомьтесь на бытие первые три главы я наверно раз десять ролики уже записывал и так и так их пережевывая разве бог глупее человека разве бог бессердечнее человека разве это не человек внес грех и смерть в эту жизнь человек разве не за него проклят он сам себя прокляв и земля на которую он стал проливать кровь животных людей и слезы вот вам настоящий чистый бог совершенный в пищу дано все что не имеет живой души тут же в этой же книге в первой главе чуть выше мы просто не стали читать о сотворении всех живых существ и рыбы а то начинают ну ладно я коровку не буду свинюшка буду рыбку есть а разве не написано в той же самой библии что рыба имеет живую душу а разве вы не видите что рыба имеет кровь что имеют сердце чувства нервную систему интеллект разве вы этого не видите вы настолько ослепли так как я хочу чтобы этот ролик конечно услышали не только религиозные люди которые там как-то положительно или хоть библия относится или просто хотя бы читали когда-то это просто жизнь сейчас мы конечно же будем рассматривать с точек зрения не только но хотя я хочу начать я хочу и не зря то свой ролик я его выстроил определенным образом чтобы вас складывался определенные такие мысли дорожки я хочу вас вести правильным путем чтобы все это уразумели вот вам начало книги не читаются с задней стороны обложки все читается слева направо сверху вниз информация познается от маленькой боль от простой к более сложной от маленькой большой для религиозных людей вот вам пожалуйста вот вам ответ что сотворил бог откуда не спал человек и куда должен вернуться более того из рая человек должен войти в небесное царство но об этом я скажу в конце что это такое в раю человеку ничего не надо было грубо говоря доброго делать хотя бы не делать зла все было и так великолепно конечно же теперь здесь грубо говоря живя на этой земле а эта земля зачастую похоже а то и является адом для многих из нас в том числе для тех животных для животных люди являются самыми настоящими фашистами которые лишили их права на жизнь на свободу на радость а то мы как любим про фашистов вспоминать двух половин 95 процентов из вас кто слушает этот ролик и есть фашисты для живых существ которых вы опустили на планку ниже себя и спокойненько эксплуатируете насилуете и убиваете вот вам пожалуйста потайков по тайм-коду перейдем к следующей мысли я буду просто листать слайды первый слайд ну и как я вам уже сказал это просто у меня собралось вот картинки я их постарался собрать в таком в правильном направлении что мы как бы шли таким путем познания да это я буду показывать слайды будем о них говорить я прошу вас задумайтесь над каждым слайдом который мы просто видим и на теми мыслями которые я буду говорить и вот мы поговорили о библейском варианте вот вам творение земли и давайте просто по-человечески посмотрим я буду зачитывать то что на слайдах и свои мысли говорит все еще попиваешь коровье молоко зачем человек единственное существо которое продолжает пить молоко взрослом возрасте да еще и от другого вида животного то есть мы отошли хорошо вам до лампочки библия первая глава сотворение земли посмотрите просто если вы не хритом не христианин не религиозник не верующий там во что-либо не признающий библию человек единственное существо которое продолжает пить молоко взрослом возрасте да еще и от другого вида животного вам не кажется это исключением исправил каким-то странным то есть все живое как я вам предупредил начале ролика все что я буду говорить естественно нас окружает все мы рождаемся души живые животные млекопитающие которые там неважно разных видов люди мы что мы питаемся грудным как он называет том что из груди женской это молоко попадает в уста ребенка то же самое делают и животные мы когда вырастаем перестаем пить почему мы взрослые люди если нам нужно так молоко почему мы не пьем и во взрослом возрасте молоко своей матери почему мы до конца жизни не сосем у нее сиську или не доем ее но казалось бы самое лучшее молоко это молоко твоей матери почему люди этого не продолжают делать почему приходит время когда ты от молочной пищи к религиозникам дам отсылку к словам апостола павла что правда там о духовной пище помните то же самое сейчас мы с вами говорим о духовной пище вырастите из этого молока духовного из молока телесного почему у вас мама в детстве все-таки приходит время начинает воспитать твердо пищи как говорил апостол павел чем мы действительно занимаемся с чего человечество решила выйдите из этого зомбирование встаньте на секундочку нас другую сторону да все человечество безумно она столько грязи дерьма и блевотины придумала в которой мы каждый день кувыркаемся выйдите из этого встаньте изначально на сторону света хотя бы пусть вы не считаете светом на другую сторону зачем ни одно живое существо в частности сам человек сама мать в свое время убирает ребенка от своей груди и начинает его питать нормальной пищей она и грудь нормальная в свое время но уже для выросшего человека это уже не нормально и поэтому даже употребляю такие слова вы слушающие меня вы же матери когда-то были может быть и но мать не может быть ими может бить ваш уехали может быть еще сейчас близко с вами это дети если вы еще и дети как я говорю может быть будут слушать меня юноши юные девчата молоденькие еще это же всем нам предстоит ребята вы хоть и не бой мужчины вы хоть и не грудью не кормите но вы же умные люди мужчина считается даже умнее женщина как говорят интеллектуально развитие вы что не видите этого тебя мать возраст который ты даже сейчас не помнишь все от груди отстранила и стал ты питаться пищей дарованный богом всем все что сеется как мы с вами почитали то что падает с деревьев растет на земле ни одно живое существо этим не занимается человек отнимается от молока он не нуждается в молоке проходит это нужна с определен нужно в материнском молоке в человеческом молоке молоке его матери такого же организма он перестает в нем нуждаться вдумайтесь в это пожалуйста вдумайтесь не в ту чепуху в которой мы все живем в этой блевоте не кувыркаясь и большим половником ее хлеба и целыми днями это все от дьявола мы не нуждаемся бог сотворил природу посмотрите на природу бог создал человека женщина мать рожает живое существо человечка питает его молоком и отнимает потом от этой груди значит он не нуждается в этом молоке мы сегодня будем вспоминать разные тезис о которых кто меня давно слушает знает любовь свободы бессмертия это природа бытия природа бога сущность бытия сущность всего мироздания это раз и поступай с другими так как ты хочешь чтобы были по что поступали с тобой вот об этом я буду вспоминать сегодня все время разве бог не создал свободного человека разве он не создал вот именно владыкой всего разве человек будет к сиськи присасываться коровы об этом еще поговорим и вот я теперь буду разные набрасывать такие я только не пойму они у меня что ли не по порядку сейчас я ну следующий слайд уже мы об этом поговорили до единственное молоко в котором мы нуждаемся это молоко нашей матери и когда мы перестаем нуждаться в этом молоке нам больше не нужно ни капли молока ни одному виду на земле не нужно никакого молока кроме материнского слушайте мы все одинаковые посмотрите на млекопитающих если вы так верите доверяете науке она говорит что половина животных начиная стоишь самый свинюшки на 97 процентов соответствует телу человека все то же самое все те же самые внутренние органы что у животных нету зубов и мне нужен кальций у них кость костей нет которым тоже как говорят нужны там все это чтобы кости были крепкие почему они живут без этого молока мы чем-то отличаемся это очень важно вот то что вы сейчас слушайте вникает я надеюсь удумать это очень важно потому что если бы молоко как и мясо росло на деревьях это бы не имело значение ешьте пожалуйста когда религиозники и дети дьявола вот эту вечную фразку кидают чё ты лезешь чё я ем чё ты ешь я не лезу что стоит за этим за яблоком не стоит за сорванным яблоком не стоит страдание и смерть живого существа живого чувствующего боль и страдание боящегося смерти и наоборот радующегося жизни стоит что за этим молоком и куском мяса вот это за яблоком этого не стоит она с радостью господь так придумал что природа отдает когда это созревает она сама даже падает чтоб ты это съел иначе это все из праха пришло и в прах возвратиться все никому из нас это не надо никому следующий слайд это просто ведь я не стал изобретать уже это в интернете все пошел полно но я хочу чтобы вы в этом концентрированном ролике все это просто увидели задумались над каждой этой мыслью врач и женщина пришли результаты тестов они показали что корова не ваша мама и вы не обязаны пить ее молоко более того мы уже с вами говорили что мы и своей мамы после грудного возраста как он называет грудного не зря от слова грудь младенческого возраста мы перестаем его пить употреблять она нам не нужна в молоке не кальций в молоке с и в грудном молоке матери кто знает прекрасно что даже материнское молоко по-настоящему не называется молоком вообще то чем питается ребенок от груди матери это не тот даже чем похоже вечно почему-то там тоже ученые проводят исследования они немножко разные там просто имеются все полезные вещества нужны для развития этого конкретного живого организма этой конкретной особи человека свинюшки коровки и так далее природа создала коровье молоко для телят козьи для козлят молоко кобылицы для жеребят ослицы для ослят и только материнское грудное молоко было создано для ребенка да в природе есть случаи это нормально я верю в истории что возможно знаете основатели рима кто вскормил волчица рима и ромула может быть такое есть были случаи откуда маугли я надеюсь вы знаете до истории про маугли дети конечно же каким-то образом или родителей там выкидывали или так получалось до попадали в дикую природу да в принципе молоко или жидкость как хотите называйте это разных видов они схожи и в принципе вырастить мы на них можем но опять же выкормить только младенца можно и в истории есть такие полно сейчас можете мне не скидывать я об этом знаю ролика в интернете где кошка там как говорят стала матерью там ежатом и прочие вещи там где корова вскармливал где по-моему есть олень гепарда вскормил в дикой природе и потом тот его вечно охранял там и к нему приходил в гости или лама какая-то ну там сейчас полно такого то есть мы видим это в природе и слава богу это все до грудного возраста причем это всегда происходило естественно что у этого у этой там кошки у нее свои были котята у нее есть это молоко и находили там где-то этих ежат просто погибло ежиха муж кто-то убил там или съел находились ежат и вот такие есть ролики да и она то скажем приютил и кормил и и и хорошо что такое возможно если в какой-либо причине у женщины нет молока действительно мы вскармливаем так называем искусственным молоком это и молоко отход берется искусственно да вот именно животные можно конечно же животное с радостью поделится с человеком но мы сейчас с вами кто будет смотреть до конца этот ролик мы же увидим с вами что живое существо превращает в бездушный завод эксплуатируя на силу и убивая вот во что это превращается более того мы все время забываем что мы уже в этом грехе просто погрязли во всем якобы я верю что если бы мы жили в ней в раю продолжали или сотворили небесное царство на земле хотя бы тысячелетняя за ним и вечное то ни одной бы женщины не было такого чтобы не не было молока мы сами до всего этого докатились по вере вашей да будет вам мы живем так ваш как во что мы и верим вот и все вот ответы на все эти вопросы вам не нужны коровье молоко как коровам не нужно человеческое молоко и соответственно и козочкам да то очень любят все это и лошадиное кто знает некоторые пьют и дует не нужно им нам их не как им наша не нужно этого животные вырастают здоровыми сильными красивыми без всякого молока материнского даже своего уже во взрослом возрасте или уж не говоря об молоке другой особи предназначены для грудного существа этой особи мы такие полумемы но я хочу чтобы их видели вашем возрасте пора бы уже этим закончить и есть с этим закончить и есть нормальную пищу вы слушаете меня все взрослые здоровые люди у вас есть ум вроде бы как есть вроде бы как сердце это еще так это мы теорию разбираем такую вот легенькую действительно понятно каждому здоровому человеку уже этого как я говорил многим людям должно быть достаточно задумайтесь зачем ну и конечно же мы доберемся до самого важного что за этим за всем стоит это только такие красивые картинки более того я предупредил вас сразу чтобы ролик так скажем можно было посмотреть всем вплоть даже до детей или отроков там я не буду сюда супер 6 вставлять которая кроется за всем этим эти мемы вы знаете в любой шутки езду или шутки все остальное правда вот это действительно так ты такой взрослый малыш до отец мать до сих пор сосет молоко это отвратительно и неестественно тебе должно быть стыдно это папа говорит сыночку что же делает сам этот папа тут же ложится под сиську коровы это же мы вот это наша жизнь ваша не моя поэтому пейте молоко только своей мамы и только в грудном возрасте тебе не следовало целыми днями в телефоне корова говорит парнишки ах перестань ты мне не мама серьезно так почему же ты пьешь мое молоко беседа отца сыном сынок однажды ты станешь мужчиной сын папа мне 29 лет отец да но ты до сих пор пьешь молоко коровье молоко ты теленок здесь правда по экранке как будто он вопрос задает ну действительно ты что теленок чтобы пить коровье молоко то что маленький теленок грудной грудная грудная коровка ты телочка или теленок нет ты взрослый мужик корова производит молоко только по той же самой причине что и человек кормит свое дитя это мы уже такую сейчас затравочку к будущим темам которым будем разбирать молоко в коровье сейчас пойдут соответствующие слайды тоже она не просто так в ней находится это не коробочка с молоком ходящая коровье молоко как и у любого другого живого существа у которого вообще это молоко выделяется она выделяется начинает в организме женщины и в области там груди как угодно у коров называют там вы ими неважно мы все понимаем а чего нет только тогда когда это женская особь конкретного нашего такого многообразного живого животного мира появлялись только тогда когда она беременеет и рожает это живое существо для своего дитя и бог придумал так что там ровно столько молоко сколько нужно ее ребенку не твоя мама не твое молоко вы посмотрите сейчас уже тоже такая маленькая затравочка я конечно я пытался как-то его слайды собрать некоторые пересекаются но вы запомните эту картинку это не картинки вернее эту фотографию это же реальность жизни что делают с телятами и телочками девочками коров в основном множество коровье молоком будем конечно но вы знаете прекрасно есть и козья там евро и чё только нет и ослиная и лошадиная кого только не доить не умудряются им вставляют в нос и всякие колющиеся предметы чтобы они не могли подходить к своей матери чтобы мать отталкивала я будучи мужчиной не семейным не имея собственных детей это уж не помню откуда узнал и что женщина когда кормит грудью если ребеночек начинает покусывать сосок начинает то немножко по щеке хлистать и говорит мне больно не надо так делать женская грудь женский сосок ничем принципе от мужского не отличается это одно из нижнейших мест человеческого тела посмотрите что делают там откуда потом у вас на столе появляется молочко ну и продукт все молочную это же это же реальность но это пока тонкий намек на будущее толстые обстоятельства которых мы поговорим коровы не дают молоко только потому что они коровы еще раз я хочу этому из них ты слайдов так может и повторяются я хочу чтобы вы уснили эти мысли что это не коробочки в которых есть молоко и откуда появляются не коробочки это не потому что они кушают сено и у них у тут в пищеводе переваривается и в пищеводе как знаете в самогонном аппарате из некой брашки получается самогон там да нет она когда не имеет детей и не беременны ничего у не появляется это все люди все вот это более того мы трансформируем природу конечно же мы выводим так скажем эти особи и организм перестраивается бог позволил человеку быть владыка над этой земле сами скажешь что там да там уже и без этих выделяется первых ничего не выделяется иначе бы не оплодотворяли не заставляли бы рожать на оси стенам об этом мы тоже поговорим более того мы пожинаем грехи той деятельности злой в природе которую мы сами вытворяем в принципе об этом я надеюсь достаточно поговорили следующая тема этическая сторона уже слайд был похожи вот вам еще один пожалуйста слайд слушать это даже смотрится не этично да когда я считаю что здесь нет ничего ужасного когда женщина даже публично кормит свою дитя грудью во многих племенах до сих пор женщина-то ходят с открытой грудью это красиво в этом нет ничего постыдно в этом нет ничего некрасивого в этом нет ничего срамного это красиво женщина кормит свое дитя человек произвел живую душу на свет любой нормальный здоровый психический человек не будет соблазняться не этой женщиной не этой картины не ее грудью любой нормальный человек увидит в этом красоту божью что он сотворил так что женщина отдает час себя и кормит пока через себя дает жизнь дала жизнь и дает продолжение этой жизни питает это нет ничего чего-то там эротического только люди больные душевные сексуальны какие-то там помешаны увидит в этом что-то такое но вот это вот смотрится совсем не этично приз при при то что мы все это через коробочку пьем сейчас я говорю вы лишь поймите ангел без он не является вы поймите вы все это сами знаете когда говорю так поймите вы все сами знаете все о чем я говорю это естественно в жизни дьявол он не является в чистом виде все всегда прикрывается добродетели светом и как павел говорил дьявол приходит в образе ангела светлого ну хорошо упакует все до дезинфицирует якобы там до коробочки на них что-то красиво нарисует на самом деле мы занимаемся мы вы занимаетесь вот этим это смотрится просто ужасно человек не сотворен чтобы вот этим заниматься до когда младенец у груди матери это смотрится мило действительно красиво радостно в любой семье мужчины всегда рядом находится женщины в нормальной семье все точно также видит потому что и женщина перед ним открыто уж чего и он там не видел то у своей жены игры в нормальных обществах других тоже свои жены и нормальные люди к этому нормально относятся этого нечего не стыдиться не стесняться поэтому я считаю что как раз нормальные женщины спокойно кормят своих детей груди в общественных местах транспорте то что насколько я знаю младенца надо кормить как и животные мы все время видим они там постоянно по упал сколько каждый час каждый полчаса я говорю мне нет детей вы знаете кто не знает я поэтому и сообщаю но мы все живем в одном понятном мире поэтому это нормально и только шизанутые люди будут на это соблазняться и что-то видеть в этом не потребны молоко не является полезным для взрослого организма ни один из видов ну еще раз повторяюсь подобные мысли млекопитающих не питается молоком после младенец возраста и ни один из видов естественных условиях не питается молоком другого вида животных молоко коров предназначено для телят у которых 4 желудка у которых и которые удваивают свой вес в течение 47 дней и весят 330 килограммов к возрасту один год все верно посмотрите как это выглядит думаешь если пьешь это из бутылки это что-то меняет конечно нет вы знаете только люди которые я говорю почему-то особенно христиане у них всегда хочется укорить и уколоть потому что мы все прекрасно знаем достается за больше тех кого любит да кто дорог и вот мне всегда хочется христианам сказать по заповеди алчбы и жажды правды вы вникните в суть вещей разве это что-то меняет то что вы это пьете из бутылочки то что вас сатана обманул чтобы на другом конце города проливались слезы кровь лишалась кто-то лишался жизни и свободы разве что-то меняет разве вы в этом не участвуете платя за это вы прямо заказчик кто не смотрел еще мой ролик посмотрите заказчика исполнитель заказчика исполнитель судится по одной статье у них одинаково ответственность более того даже заказчик несет еще большие ответственность и само наказание получает за преступление чем исполнитель ничего это не меняет и смотрится это ужасно если бы вам приходилось сосать их самим вы бы предпочитали миндальное молоко действительно так я бы вот не стал бы к коровьему вымени козьему вымени который вообще около земли практически присасываться в детском возрасте когда я младенец я даже не помню себя человек забывает этот возраст мы даже не помним как мы это делали сейчас вот вот то что вы только что видели если вы так любите молочко сделайте вот это вот или делайте вот этот какой-то у меня домашняя козочка так соси у нее из груди мы еще к тому вернемся это еще мы будем в будущем но я сейчас скажу разве сосок женской груди как и мужской игры мужчины если вы настолько тупы то подергайте себя и покусайте и и по прижигать себе там что-нибудь я не знаю самые нежные места игру в тот же самый сосок разве младенец дает маму грудное дитя или грудное любое там живое существо котенок собачка разве они дают свою маму нет они груди прикладываются точно такими же нежными частями тела своего организма как губы который возможно еще нежнее соска и вот именно только зубы могут навредить соску поэтому покусы не как я уже вам сказала вы кто матерь на ручь меня все это знаете как-то это пресекают потому что это больно мы не хотим боли что вы тогда даете разве кто-то дает младенец свою мать нет разве мужик отец дает свою женщину чтобы накормить грудное дитя нет это неестественно естественно это вот только когда вот не вот это вот естественно здесь из этого только половина истинной фотографии что это губами делается получается этом в организм молоко но это неестественно когда это делает взрослый причем человек у животного или даже одно животное другого ни одно животное этим не занимается если мы вот такой в реальности увидим вот заметьте когда мы смотрим на эту правду жизни кем-то вот неважно за фотошопленная фотография нам кажется бредом не не я такой делать не буду так делайте вот так вот мы можем так завуалировать грех заметьте так все красиво сделать что будем еще думать и мнить о себе что мы святые но это не так переходим к следующей теме одна из тем это здоровье кто знает что вегетарианство так назовем кто хотя бы исповедует отказ от мяса получаем посредством убийства живого существа самолично или проплаты этих убийств чтобы потом пожрать и труп этого живого существа что вот все остальные аспекты веганство неупотребление молока или прочих животных продуктов яиц меда и прочих вещей но сегодня мы будем говорить я даже я не стал ролик называть веган они вегетарианец я решил сегодня все-таки узкие записать прям по молоку и вот во всех этих аспектах вы знаете вы концовки я сиду все к одному к самому важному что есть что является началом всего путем и концом это любовь это добро это радость это счастье я чисто так конечно просто чтобы тема была поднята хотите сами разбирайтесь я не верю в науку я не верю в медицины особенно те кто ее делает кто ее там открывает ей занимается зачастую это лютые грешники вся медицина стоит на крови страданиях слезы и смерти тысяч миллионов миллиардов живых существ ежедневно поэтому я не верю в медицину и даже когда веганы там или викторианц кто угодно что-то пытаются из медицин добра якобы вот есть исследований ну пожалуйста если вас это убедит вы можете сами поискать я не буду я никогда не поднимаю этой темы потому что эти исследования зачастую делаются такими же грешниками и даже если предположить что эти исследования сделали святые люди веганы просто святые если вы станете откажетесь от употребления молока только якобы из-за своего вреда здоровья и чтобы наоборот принести им пользу вы ничего этой жизни не получите вопрос идет о любви не любви смысл чайской жизни стать богом богом любовью по образу и подобию и кем он и сотворен поэтому я никогда не топлю за эти темы более того я против них но в принципе вы можете почитать могу так плавненько переходим до темы такие есть хотя я вас предупредил что вы ничего не получите более того веганы вегетарианцы переходят встающие на этот путь из-за того что это вредит их нему здоровью и может принести благо со временем потому что болеют и веганы святые люди когда их касается хоть какая-нибудь мало-мальская болячка тут же сваливаются все они опять погрызают этот мир блевотины и лжи которым обязательно тут же их поход подхватит на этом слабее и закусит и скажет что ну вот же мы же тебе говорили ты там трупов не не жрешь молочко не пьешь все продукты яички так что давай давай родной возвращайся на путь тьмы тебя тут же подхватит и ты тут же в эту блевотину назад окунешься ну я вам так зачитаю что есть в интернете хотя вам свое мнение сказал я более того даже вот именно это сделал чтобы высказать у то что вы сейчас услышали ну давайте почитаем что пишет в интернете молоко убивает как и в случае других самок млекопитающих для начала лактации коров должны родить телят которые рождаются на молочных фабриках или в деревнях отнимаются у матерей если рождается мальчики ждет забой если рождается девочка его ждет череда родов выкачивание молока и убийство слушайте я значит картинку немножко неправильно это сюда поставил хотел я чуть дальше ладно пропускаем многие не считают молоко полезном так как она богатой многие из нас считает молоку полезным так как она богата кальцием который полезен для зубов и костей это серьёзная ошибка содержащийся в молоке белок казеин является сильным закислителем организма для устранения этого закисления уходит весь наоборот кальций содержащиеся в молоке но его не хватает поэтому организм дополнительно забирает кальций из своих природных резервуаров зубов и костей самого человека молоко не является источником кальция хотите проверяйте это хотите нет я так для вас я слышал все это но если честно меня это вообще не интересует я верю в то что бог дав человеку свободу сотворил мир так чтобы он мог жить существовать и благополучно жить быть здоровым без насилия причиняя кому-либо насилие страдания и даже саму смерть вот и все а молоко появляется у нас на столе именно посредством такого ужасного пути ну тут просто но тут тоже разное написано так попытались коробочку перри фотошопить содержит натуральный во первых не молоко а вверху написано натуральные лактозные выделения содержит и инсулина подобный фактор роста способствует различным видам рака ну как бы поняли такая хохма поиздевались но в принципе все правильно да хотя с другой стороны написано видите такой теленочек изображен погибший этот человек был теленок был отнят у мамы и убит чтобы вы могли пить молоко его матери содержит до 400 миллионов соматических клеток около двух миллионов клеток гноя на чайную ложку ну скажите зачем тогда его ребенок пил я игрю поэтому не хочу ну смысле там теленок пил то что в этом гной или с кровью там бог все придумал мы уже действительно с вами об этом говорили хотите ковыряйтесь в этом медицина тут и наука абсолютно ни при чем вопрос идет о любви и нелюбви нет у тебя перено у тебя не переносить непереносимости тоже там лактоза кто-то ты напьет ну кому-то да нельзя а ну ладно тебе нельзя тогда сразу можно не давать да нет у тебя непереносимости лактозы ты просто не теленок вот это действительно мысль очень хорошие дело не в лактозе если у кого-то она явно как бы там врачом подтвержден или еще да на самом деле неважно абсолютно что там вам врач сказал и если вы и можете его как-то пить у вас это не вызывает каких-то там реакций в организме это не знает что она вам полезно прямых реакций отвратительных до организма а вот теперь действительно мы переходим все на этом и как бы переходной момент тайм-код не знаю где поставить и очень хорошая картиночка казалось бы детская с нее мы и переходим к самому важному час у нас прошел сейчас мы еще поговорим уже о самом важном что стак скрыто за молоком у вас есть мороженое спрашивает девочка на соевом молоке о у вас не переносимость спрашивает продавец нет вернее награда ага жестокости вот именно этот безумный мудрый пост и станет у нас отправной точкой к переходу о самом важном о чем я говорю всегда это о любви и ненависти добре и зле свете и тьме неужели вы все вот кто живет на этой земле кто слушать сейчас меня неужели вы настолько наивны слепы и бессердечные глупые чтобы не понять что за всеми этими красивыми картиночками и обращаюсь к вам как к матерям меня слушают аудитория по аналитике там ютуба канала яндекса там кого угодно я смотрю меня слушают но люди от 40 мои ровесники и выше ну и немного ниже конечно есть это вот и мне уж самого под 40 пусть от 30 это уже люди уже у которых дети взрослые даже если вам 20 у меня основная часть друзей-то до 20 женилась и детей родили вас уже взрослые дети у многих уже неужели вы сами в таком возрасте настолько глупы и наивны и бессердечно что не понимаете что за этими вот красивыми картиночками посмотрите на верхний ряд на самом деле скрывается вот то что вот здесь вот на нижней в них на картиночках на фотографиях нижнего ряда ну как вы видите здесь и так все написано никогда не задумывались о том что скрывает за веселыми картинками хорошо вы раньше не задумывались вы сейчас слушаете голос истины давайте узнаем если вы христиане самые настоящие христиане я с вами поделился этим роликом вы мне задавали эти вопросы либо с вами кто-нибудь поделился если вы христиане вы должны исполнять это слово должны такой знаете принудительно на самом деле это повеление вашего сердца если в нем его нету вы еще дитё тьявола в христианин святой человек теперь я уже обобщу обо всех людях детях бога как они говорят детях света всегда есть внутренняя алчба и жажды правда тем причем такая непреодолимая и сильная что он даже и не в силах да и не хочет и рад что она есть и стремится познать эту истину давайте мы ее с вами сейчас и познаем ты и вправду думал что бред про зеленые луга и счастливых коров правда ну хорошо мы думали действительно но сегодня сейчас смотря этот ролик по моему будет уже бесполезно заниматься или недуманием или самообманом да вот эти домики в деревне все и прочая лабуда чепуха а самое главное самая настоящая ложь ложь и лукавство детей дьявола мира лежащего возле князем который является самый настоящий дьявол как у любой самки млекопитающего грудное молоко у коров вырабатывается только в период беременности только для кормления своего детеныша телята побочный продукт молочной индустрии их отнимают у матерей чтобы продавать молоко людям расскажи поймите это сами иисус говорил сотворить и научить любой учитель мудрости любой его мировоззрение религии конфессии секции он действительно был настоящим учителем всегда делал все сам потом учил другого так что конечно сначала сами сотворить и тогда сможете и передать эти знания и опыт деятельной жизни своим близким родным и людям всей земли телята телочки телят неважно бывает что корова казалось бы которые дают молоко рождается слишком много девочек их мы сейчас узнаем убивают точно так же как и а уж муж мужской пол это вообще расходный материал в этой промышленности животные содержатся в ужасных условиях никакой доброты заботы или зеленых лугов лишь не прекращающийся цикл оплодотворения рождение и дойки и кровавый забой в конце после нескольких лет эксплуатации я сейчас почитаю я потом еще скажу обязательно своими словами но молочные компании намеренно не упоминают об этом в своей рекламе никогда вам этого не покажут но вы это знаете знаете сейчас узнали раньше знали не хотели об этом думать неважно уже неважно кем вы были вчера не бойтесь признаться павел свое время себе сказал я первый из грешников но я изменился и потом со властью силы и слова проповедовал истину которая в любви ко всему божьему творению неважно кто ты был вчера сегодня поменяйся у тебя есть альтернатива молоку у нее нет альтернативы теленку которого убьют производство молока основывается насильственно оплодотворение раз и разделение телят и матерей всех разделение телят и матерей всех жертв этой индустрии ожидает убийство стань веганом мы сейчас с вами рассмотрим сегодня вот уже сейчас мы начинаем переходить в русло действительно вот того о чем я рачу все и затеял это опознание истины которая в любви но природа бытия она троична и все эти три составные невозможно одна друг без друга любовь свобода и бессмертия мы с вами уже читаем я сейчас это скажу в конце еще раз повторю мы с вами увидим что производство вообще получение молока который оказывается у вас на столе или вы сами вы производите и там кому-то брешьте и себе что все это происходит в доброте нет нарушаются все эти три свободы если вы вообще родитесь любовь свободы бессмертия вечная жизнь если вы даже вам позволят традиции вы родитесь если вы не умрете в этот день если вас не убьют то будет нарушена ваша вторая природа бытия первое то вас сразу жизнь отнимут второе если вы мальчик то что их мало надо или девочек которых уже слишком много или вы какой там что-то у вас какой-то дефект второе нарушит вторую вашу свободу вторую ваш природу это свобода вы родитесь в рабстве и вы умрете в рабстве и между смертью жизнью этой так называемой если можно назвать это жизнь между рождением и смертью и всю жизнь свою проведете в рабстве и закончите чем смертью и любовь и смерть и устрем закончите неважно если даже она вас нету минут в первый день рождения закончите вы смертью но всю эту жизнь вы проведете в рабство и в чем лишение свободы второе бессмертие жизнь свобода и любовь естественно вся эта рабская жизнь будет в нелюбви вас будет бить насиловать эксплуатировать содержать в ужасных условиях никакой заботы никакой доброты никакого счастья никакой радости зеленых лугов общение коровы как и все животные очень социальные никакого познания материнского счастья и так далее ничего этого не будет будет нарушены абсолютно все три при производстве получение молока у вас на столе появление нарушаются все три природы бытия это богоборчество это дела дьявола и вы все кто употребляйте участвуете в этом вы на стороне тьмы каждый раз ну сейчас тезисы вот именно вот эти хочу чтобы вы их уяснили каждый раз когда ты это не просто так это не это я не лезу в то что вы едите и пьете мне до лампочки что вы едите яблоко или грушу помидор или огурец есть и что хотите какие вы кашки или орешки кушать что вы там кулинарите мне до лампочки я счастлив с удовольствием вместе с вами разделю радость пищи при встрече на вашей ли моей территории а вот то что вы причиняете зло то что вы сами от этого зла будете страдать я желаю всем счастья для этого я и благовествую каждый раз когда ты я хочу чтобы эти тезисы уяснили это действительно так вот мы переходим от того вот мы посмотрели вроде бы как даже любому здравую человеку понятно эти вещи что это просто неестественно это все глупо абсурдно обманчиво но более того мы переходим к самым страшным вещам что каждый раз когда ты выпиваешь стакан молока или съедаешь кусок сыра ты вредишь матери и ребенку ты творишь зло это не еда кусок мяса это не яблоко на дереве это труп убитого безжалостно жестоко убитого живого существа молоко это продукт полученные из матери путем страданий убийство его ребенка и ее пожизненных страданий пожалуйста стань веганом в стакане молока о чем я уже тоже сейчас не разграл не меньше страданий чем в куске плоти это вот сейчас уже отрагиваем тему что веган вегетарианцам быть недостаточно если человек стремится то что гитаринцы к то я такой хороший тоже нет ты недостаточно хороший ты не святой ты несовершенный стакане молока ничуть не меньше страданий чем в куске плоти то есть убитого живого существа поэтому переходи на веганство страдания боль смерть теленка и коровы в твоем стакане молока в каждом твоем стакане молока как видите много разных сейчас конечно в интернете постов картинок такой вот в крови весь теленок с вместе с молоком кровь в каждом пакете молока если хотите не только стакане в пакете производство молока сопряжено с неизбежной жестокостью и убийством коров и телят первое ежегодное искусственное осеменение коров второе отключение телят от матери в первые часы после рождения третье убийство большей части телят в первой неделе жизни 4 жизнь коров на ферме это два пять лет жестокой эксплуатации содержание в неволе в тесных вагонах профилактические инъекции гормонов еда из комбикорма с добавленным мясо костной муки ежедневные дозы гормональных препаратов для увеличения надоев в конце этого ада как только надой уменьшается коров отправляют на мясо комбинат этот пост у нас тоже является хотите тайм-код поставьте переходящим уже мы реально с вами отследим теперь всю цепочку ада которая происходит только ради того чтобы вы побаловали свое ненасытное похотливое чрево два или три у меня два слайда да это граффити на стене но и вот такое это я хочу уже еще раз закончить ту мысль что корова и любой другой живое существо с которого пытается получить молоко якобы это не завод это не какое-то не живое существо это не что-то вот самостоящий в нем просто действительно открыт крышечку очень хороший слайд нет это живое существо она живет живет своим биоритмом как мы с вами все люди поступая с другими так как ты хочешь чтобы поступать что посмотреть на себя мы болеем страдаем нас бывают сбои в организме производство получения молока от коровы это безжалостная система оно не в корове не желудок его вырабатывает его вырабатывает молочные там железа как-то игру кто понятно есть люди поопытнее меня в этих вопросах но все но и я не дебил да я это понимаю все молоко у женщины в груди попробуйте свою жену подоите когда у нее детей тем более нет много у нее там вытечет молока не что у нее груди пропали молочные железы да нет все на месте нет детей нет беременности нет рожденного ребенка нет молочка как мы видим по нашим грехам бывают сбои что даже и у женщины не бывает или у живого существа какой-то там каким-то причинам это живое существо живое я вся добавляю чувствующе очень важно существо имеющие такую же плоти и кровь как мы с вами имеющие глаза чтобы видеть и радоваться хорошему и чтобы к сожалению страдать когда видит плохое уши разве возможно слышать страдания живого существа ручки ножки язычок тактильный носик чтобы ощущать и радоваться прекрасным запахом и не жить вот в таких вот клетках где они действительно сами в собственным испражнениях живут как и любого человека помести в эти ужаснейшие условия и даже который якобы сейчас мы деревню тоже затронем это все чушь я это на опыте жизни познал брехня деревне ничем не отличается от как бы частное там животноводство от массового все только в меньших масштабах живодер скотобойщик живет просто на краю деревни к нему точно также добрые бабушки отвозят этих телят на убийство об этом просто никто не рассказывает поэтому корова это живое чувствующее существо имеющие ум сердце который анализирует информацию поступающие через глаза уши ноздри язык нервную систему которой кожа присоединена это важно уснить а то мы обездушили мы занимаемся на земле самым настоящим фашизмом самым настоящим мы для всех если бы как есть посты тоже очень хорошие картинки что если бы действительно у животных была религия дьяволом бы в ней как мы все с вами как мы боимся дьявола вот дьявол для животных если бы у них была религия является самым сам этим дьяволом является просто человек вот такой вот человек который животных в животным вырвал душу сначала особенно меня удивляют религиозники которые прямо читают о сотворении земли и неба и видят что бог в них вдунул дыхание жизни точно такой же ну и теперь мы с вами переходим ко всей цепочки не закрывайте глаза не затыкайте уши познайте правду как мы с вами уже много всей информации получили еще раз к ней возвращаемся к началу откуда получается молочко у коровы который является или любого другого козочки там овечки лошадочки кого угодно который становится матерью чтобы стать матерью что нужно стать оплодотворен в мире называется у людей заняться сексом любовью как хотите да быть оплодотворенным получить женская циклетка должна получить мужское семя и появляется зачатое живое существо первые манипуляции мир лежащего возле детей дьявола и всей его системы эта манипуляция с репродуктивностью читаем что написано по стену для того что чтобы не было перерывов с производства молока на любой ферме и в деревнях корова ежедневно должна быть беременной и рождать ребенка теленка как это сделать вы думаете я забуду про мальчиков нет для того чтобы получить сперму от быка потому что порой все это не происходит естественно животные живут то есть такой же свободной жизнью хотят жить и должны жить и по закону божьему по его задумке и должны и живут если люди их не порабощает не надо не хотят даже представлять сексом заниматься у кого-то не получается у кого-то мимо получается бывают такие же может быть неплодотворно или как это назвать да посмотрите чем занимаются люди только посмотрите на это это самые безобидные картинки которые вы сами понимаете я пока поставил для того чтобы получить сперму семя от быка производителя под него обычно подставляют кастрированного самца вместо самки так как скелетная система коровы не выдержал был стресс от постоянного подставления под быка производителя для сбора спермы слушайте вы посмотрите на эти картинки до чего докатилась человечество нормальные люди я всегда говорю когда еще не горит да там на скотобойник или в деревне нормальные люди вот этими делами нормальный здоровый человек заниматься никогда не будет нормальный здоровый человек знаете у меня были друзья в медицинском и причем на ветеринарном даже рассказывать что конечно ну слово многит я громко скажу если бы многие уходили оттуда но уходит когда начинается вот это вот вот такие подобные вещи когда начинают резать животных когда начинают лазить им вот именно в задницу и в во влаге во влагалище руками по голову когда вот это все начинается светлые души как я их назову оттуда уходит понимать что у них были ложные представления о медицине что вся она связана с мучениями страданиями и просто с безумием каким-то человечество что все это красивые мультики про докторов и болитов полная чепухня вот чем они занимаются мне прямо выражаться ладно я же сказал вам что я рассчитываю что даже подростки меня смогут фоторки смотреть я не буду выражаться тем бы как бы хотелось бы выразиться чем вот занимаются вот это вот все это правда заметьте даже это это ник это не картинки рисованы эта фотография правда самая настоящая узнаете очень легко попасть на любую фирму или посмотреть в современном мире все доступно уже все наснимали тайна или явно все можно увидеть это поддерживают святые люди и должны поддерживать это рай это небесное царство ответьте себе быки которых используют для производства спермы как правило содержится в закрытых помещениях и редко выпускает снаружи естественно кому не нужны от него нужно только сперма только 7 все это производство люди работающие на производстве в деревне содержащие скотину так называемым словом нет совсем не нравится это бездушные люди там нормальный человек работать не будет это а для животных они являются знаете говорю картинка для религиозников как демоны их там в котлах жарят мучают пытают люди занимаются на земле адом для животных они обслуживают этот ад они слуги сатаны они дьяволом через людей устроенным адом для животных на земле они его обслуживают работают в аду в самом настоящем прямом переносном смысле то что их не душа в аду и они работают уже здесь в аду они есть те черти те бесы которые потом и будут там же жарить они такие же они здесь этим занимаются с беззащитными живыми существами это дьяволы это демоны самый настоящий нормальный человек никогда этим заниматься не будет человеку которого мозги на своем месте и сердце доброе он никогда этим заниматься не будет покажите это своим детям мальчиком девочкам сами конечно прежде познайте это как вы будете показывать если вы это за добро не принимаете и за зло соответственно чем же занимаются еще эти люди на этих фермах независимо от стиля и масштаба молочной фермы процесс искусственного осеменения включает в себя операцию когда человек насильственно ввергает свою руку по локоть в матку животного для того чтобы установить ее в нужной позиции и затем ввергает инструмент в половой орган коровы чтобы вести сперму слушайте вы можете сказать что медицина там люди кто обращается бесплодным женщинам помогают слушайте человек хотя бы может об этом сказать и действительно пусть там это хотя вся эта медицина и все вот это вот бесплодие лечится вот благодаря опять вот этому хотя мы сегодня сторону медицины не берем что все научные исследования благодаря вот этим вот вещам сначала поиздевались над животными тысячи миллионы животных положили своей жизни ради и слез ради того чтобы человек там чё-то разобрался и понял и потом это применяют на людях и люди точно так же страдают не получаются наносит вред своему здоровью возможно даже лишается жизни об этом просто не рассказывают что все эти опыт даже над человеком тоже заканчивается печально ну лючай хотя бы дал на это добро они подписывают бумажки договора дают свое согласие хотя нормальный бы человек и человек познавший истину и себе или другому обыскать слушай если богу будет угодно он даст тебе дитя посмотри получше на свою жизнь если она грешная то возможно все что с тобой происходит в этой жизни нехорошего это за твои дела возможно даже за такие потому что ты участвуешь вот в этом потребляешь трупы убитых тобою заказанных животных или собственноручно потребляешь вот такой вот продукты которые получаются от их тюремного пожизненного рабства эксплуатации может быть поэтому у тебя бесплодие хорошо если ты не такая у тебя ты святая действительно может быть человек святой значит это испытание жизни неужели мы будем благодарить бога как говорил ивов только за хорошее разве дьявол не говорил богу что ты хорошо ты окружила заботой и любовью а вот забери это все от него воздаст ли он тебе славу знаете друг познается в беде это тезис как всей книги иова и ко всем нашим страданиям жизни нормальные люди будут заниматься с животными которых вообще об этом не просили чек сам добровольно своими ножками приходит в больницу в поликлинике женщина ложится на кушетку раздвигает ноги разве животные вообще все что с ними происходит происходит добровольно нет я сегодня об этом не сказал может быть надо было сказать чуть раньше но скажу сейчас и у дам ссылку прямую в комментарии попросите домашние животные все эти животные которых якобы называют вот домашними и вот или что-то вот мы с ними делаем получаем от них чего-то это все происходит только после того как мы лишаем их свободы природа бытия природы бога начинаем заниматься богоборчеством мы помещаем их в клетке в решетке в оградке стоило они к нам сами вот за этим не приходит им деваться некуда у них намордники цепи ошейники кругом клетки заборы только так мы делаем вид что мы не заботимся вы клетку откройте вы его больше никогда не увидеть она на пушечный выстрел больше не вернется кого они все там и вынуждены стоять молча чего-то якобы слушаться якобы корова там стоит только потому что и деваться некуда есть сломали волю жизнь возможно даже части тела посмотрите как с ними обращаются как их загоняют ломают хвосты когда что-то от них надо добиться чтобы они куда-то встали куда-то пошли чем их пыряют чем убьют это небесное царство это рай сотворенный богом может быть поэтому бог не дел чтобы мы пили молочко в раю вот может быть поэтому ну закончить я хочу особенно для христиан и в принципе для любого человека правило всех времен и народов называемым золотым правилом морали и заповедью иисуса христа бога ищи во плоти которую он произнес как минимум два раза в разных интерпретациях люби ближнего как самого себя поступай с другим так как хочешь чтоб поступали с тобой посмотрите на это посмотрите внимательно как это смотрит со стороны покажите вашим детям 12 нас поверьте они в интернете уже видят все к 13 годам сейчас наверное это правда жизни так бы мы не хотели поступать покажите вашим детям мальчиком юношам мужьям братьям отца они бы хотели ты мужик ты хочешь чтоб так поступали с твоей женщиной с твоей дочерью с твоей матерью с твоей сестрой и вообще с любой нормой с любой женщиной на улице ты адекватный вообще если ты этого желаешь если ты считаешь это нормой неужели это непонятно сколько надо иметь мозгов и сердце чтобы это уразуметь я думаю немного желание вот чего нам обычно не хватает большой процент телят самцов мы с вами идем по цепочку первое что надо сделать это поработить живое существо первая природа все мы с вами это решили все домашние животные это рабы рабы которых поработили люди это ничего не от бога это все от дьявола все одомашливание животного мира посредством силой палки в раю они любили нас и мы должны были в ответ любить их ничего им от нас не надо было они не страдали не болели не мучились их не бог питал питает каждую птичку об этом говорил иисус просто надо любить и заботиться не причинять зла и сколько можно творить добра уже много раз об этом говорил и в раю небесном царстве можно оказывать любовь мы сами все можем я сто раз привожу их пример я сам могу себе чай приготовить но мне приятно когда мне делать от другие и там мы должны были и в раю этим заниматься и будем заниматься в небесном царстве и святые люди занимаются здесь даже на этой земле грешные в мире лежащем возле первые лишили свободы если ты выжил в день своего рождения жизнь вторая свобода ты ее проводишь в нелюбви в рабстве и эксплуатации но если ты выжил поэтому второе когда корову порабощают она родилась маленькая и уже она родилась в рабстве и умрет в рабстве всю жизнь производстве ее насильственно оплодотворяют она может быть не хочет может быть бог что там ей закрыл она может быть не хочет сейчас насильственно оплодотворяет человек приходится это делает насильственно без спроса незнания животного делают люди изверги они не чувствуют животных они их ненавидят на всех этих фермах все что связано с эксплуатации животные работают животные живодеры это ненормальные люди там не работают хорошие люди там невозможно работать хорошим людям у которых есть мозги и сердце тебя оплодотворяют и ты рожаешь ребеночка большой процент телят самцов а также излишнее количество телят самок отправляются на аукцион сразу после рождения и затем забиваются и все еще с все еще даже не обрезаны пуповины это факт жизни быков нужен один по моему там на какое-то огромное количество коров то ли 100 то ли еще их там надо 23 быка на стадо огроменное все всех остальных в день даже рождение даже не пытаются там выращивать отнимают от матери отправлять на бойму но эти лет любое хозяйство она может содержать определенное количество они вот именно иногда вот именно искусственно бородку благодаря иногда наоборот уж слишком они репродуктивно там размножается и всех телочек девочек коровок точно также убивают в день рождения или там немножко вырастет остальные отбираются от матерей отправляются на ферму для производства телятины вот очень хорошая картинка коровка вместо того чтобы ее теленочек пил ее молочко она горит где мой ребенок что это за фигня ко мне прикатилась где же он она думает надеюсь он в порядке нет он не в порядке его уже нету матери в молочной индустрии никогда не увидит как их дети растут никогда но возвращаемся мы к тому поступай с другими так как ты хочешь что поступали с тобой мы так хотели бы нет тут вот на посте так и написано молоко дают скорбящей матери ничего не ёкает если у вас ничего не ёкает я не знаю что с вами делать вам поможет только когда вы это же то что сеете сами пожнете если вы не понимаете на словах если вы не способны сострадать а сострадание и сочувствие это когда живое существо в частности человек может поставить себя на место другого может в его шкурку залезть это называется страданием сопереживанием сочувствие милосердием если хотите вас его нету иисус говорил блаженной милостивый ибо помилованы будут вы помилованы не будете вы будете пожинать всегда то что вы сеете помните те картиночки сначала такие коробочки мы с вами смотрели вот оно молоко она не белого цвета она алого цвета это кровь более того вы знаете как когда иисусу пробили копьем написано что из отверстия хлынула кровь и вода вот в этом бидончике в любом и в этой коробочке алая и белая жидкость это кровь детей и слезы матерей вот что вы пьете естественно все это является основой для всех остальных продуктов производящихся от молока вот и все ничего сложно слезы и кровь вот она цена вашего молока вот такие иллюстрации должны быть на продукции молочного происхождения на самом молоке цена твоего молока любовь свобода и бессмертие или жизнь первое это жизнь тебе ее дадут и может быть в тот же день заберут если ты останешься жить ты будешь жить в вечном рабстве никакой свободы и третье никакой любви ты будешь просто бездушным заводом по производству того чего жаждет похотливый алчный злой человек все вот цена молока нет жизни нет свободы и нет любви а любовь это все счастье радость мир ничего этого нет животные животные обладают точно такой же природы бога и бытия как все мы с вами поэтому они свободны они вечны и они хотят жить и радоваться пребывать в благо бытие и не они в ада бытие вот так вот выбор за вами потерявшие ориентацию ослабевшие телята зачастую тоже падают и не могут встать почему они падают потому что их не молочко идет для того чтобы вы веселились на их на их страданиях как мы с вами смотрели и уже все мы со смертью разобрались мать корова никогда не увидит своего ребенка и всю свою жизнь она проводит просто в аду даже в деревне поверьте мне я сам прожил в деревне я вырос в городе но жить стал в деревнях со времен своего покаяния во всем в этом я убедился собственными глазами ушами и руками на самом деле то что делает человек и дергает животное за соски как угодно назовите это не более красиво выглядит чем когда он будучи взрослым к ним прикладывается причем даже не к человеческой груди своей жены или матери я не знаю а к груди живого существа который с ним не в одной так скажем животной группки находится вот в этой как всегда если мы считаем вот это благом понять благо или нет поступать с другим так как ты хочешь чтобы поступали с тобой это нормально как это выглядит скажите мне на здоровье вы знаете я такую иллюстрацию вот увидел где вот как раз мужчина дает коровку над я и сам собрал из четырех и тут такой бык это тот ублюдок что трогал твои сиськи ну и коровка плачет говорит да как вы думаете вот при следующей иллюстрации где наоборот все происходит что с должен сделать мужчина на этом месте то же самое но если бы ваши вот вы мужики если бы ваши матери жены дочери подруги вот делали все то что мы делаем с особями женского пола от которых пытаемся получить молоко или продукты любого другого животного происхождения там схемы везде одна схема зла она уникальна просто беззаконие просто жестокость порабощение и убийство это во всех сферах меха производства яиц меда все то же самое все одинаково рыбок разведение и так далее все одинаково цепочка везде одна и та же что должен сделать нормальный мужчина ну и закончу я вот этими вот иллюстрациями поступай с другим так как ты хочешь чтоб поступал с тобой вы хотите это жизнь мы делаем мы христиане мы святые люди мы дети божьи мы дети свет это вот мы вот это вот свет то есть коровки счастливы как говорят ой они там счастливы это они вам об этом сказали это чепуха и вы все об этом знаете все об этом знаете это не жизнь я хочу жить свободно я хочу идти куда я хочу когда я хочу и зачем я хочу я даю кому то что то тогда когда я этого хочу когда у меня есть излишки когда мне позволяет здоровье там это просто конвейер безжалостный конвейер смерти эксплуатации насилия и смерти вот и все вот это реальность жизни к себе бы мы такого не хотели я вернусь к самому началу наших ролик нашего ролика если человек питается молоком матери безусловно что понятно что она ему самая полезная и самая тогда необходимо давайте разведем женщин рабов и будем их вот вот этим заниматься это же самое будет полезное молоко ты будешь супер здоровым ты будешь супер сильным мега умным в тебе будет столько кальция всего ты будешь самым умным в школе ваши дети будут самые давайте я вам сейчас промо акцию проведу ваши дети будут самые умные они постигнут и завоюют все олимпийские и золотые металли всех школ индиго у вас будет пышная кожа твердые гладкие красивые длинные ногти все будет у вас отлично у ваших мужиков будет все прекрасно чем вам не реклама какая разница что какие-то женщины разведенные искусственно которых девочками будет забирать выращивать и потом всю жизнь доить насиловать будут оплодотворять забирать их детей девочек в дальнейшее рабство которое будет разделять жизнь своих матерей мальчиков будет просто убивать или делать мулами рабами где-нибудь там на заводах что мешает только то что человечество все время балансирует на какой-то грани безумия это безумие мы узаконили но с этим пока подождем хотя в истории человечества были и перекосы в такое что вот именно и в голову не влазит потом опять какому-то полубезумному обществу а что не было рабство не было крепостного права где человек считался животным аристотель так и говорил что есть три вида орудия деревянное там инструментально как он там говорил мычащая и кричащая то есть животные и люди он людей называл орудием вещи великий философ и там математика и физик все на свете раньше пожалуйста что что вы должны сделать сегодня ну первое это вернуться в рай первое что вы должны сделать если вы наливали себе стакан молока которым я говорил в начале пойти и вылить его просто в унитаз и никогда больше в жизни не прикасаться к продуктам самого молока к молоку и к продуктам от него произведенных всякими кулинарными изощрениями человеческими это первое это может сделать каждый прекратить весь этот ад мы можем вместе с вами сегодня просто перестав в этом участвовать все ничего от вас никаких великих подвигов не требуется не продавать имение не бродить по всему свету не знаю где головы преклонить ничего просто перестать это спонсировать мы можем с вами сегодня все это закрыть просто перестав быть потребителями более того прежде всего мы являемся спонсорами этого а потом потребляем то что мы проспонсировали вот перестав сегодня быть спонсорами всего этого и потребителями мы с вами изменим себя и изменим мир к лучшему тем самым ваша душа и рай из которого были изгнаны и который был вами же выкинут из вашей души вернется к вам этот рай мир и покой и вы в него уже здесь войдете но чтобы войти в небесное царство нужно достигнуть того примера образа жизни который оставил в пример нам Господь наш Бог Иисус Христос это пример жертвенной любви и когда вы не просто перестанете творить зло когда вы начнете творить добродетели за эти добродетели безусловно вы будете страдать вы будете на себе испытывать поношение поругание возможно даже побои возможно у вас даже лишат жизни за вашу святую жизнь во всех сферах ее проявления может быть даже за веганство всякое может быть может быть когда нибудь будут даже убивать и веганов думая что тем они служат Богу и обществу вот тогда такие люди достойные небесного царства входят туда способные положить даже жизнь свою за ближнего своего за други своя за братьев своих за сестер одними из которых является весь живой мир сотворенный Богом и в котором он всячески во всем присутствует и всегда себя проявляет на этом у меня все свою миссию я считаю исполненной ролик по молоку я записал если после этого ролика вы продолжите оставаться на стороне тьмы я вам уже в начале ролика сказал остается только уже повториться вы можете один раз еще со мной связаться если вам что-то непонятно все-таки в чем-то хотите поковыряться хотя я не знаю что еще вам сказать я в этом ролике все сказал он получился практически на два часа ну я выслушаю вас конечно же я послушаю что еще вам не хватает в жизни чего вы еще здесь не услышали не поняли ну а так не пишите не звоните мне я не хочу с вами общаться я не хочу общаться со тьмой соль потерявшая силу будет выброшена вон люди которые стоят на стороне света не могут стать из-за кого-то тьмой и у нас с вами нет ничего общего вы являетесь источником мы на разных сторонах как бы мы не прикидывались там якобы мы дружим или еще что-то я на стороне света вы на стороне тьмы я проповедую защищаю жизнь и радость вы являетесь источником страданий и смерти вот и все а какое общение света со тьмой ну хорошо привет пока я и грешникам на улице говорю я помогаю в тяжелых ситуациях словом делом хлебом деньгами да я помогаю потому что мы и побеждаем зло добром но людям которые говорят что я святой и вот это вот все вытворяет более того вытворяя это это проповедуйте а некоторые доходят до безумия еще и словами всю эту блеотину в мир выплескивать помимо своей деятельной беззаконной жизни что я могу вам сказать иисус от таких людей удалялся и заповедовал удаляться своим ученикам отрисать прах и идти дальше в мире как господь сказал непаханное поле вон я посвящу свое время тому человеку который хотя бы возможно который хоть теплится огонек любви божественной искры вот этой любви да и я возможно могу раздув его разжечь если вы уже настолько закоснели во зле стали законченным просто негодяем детем дьявола ну что я могу вам сказать насильно я вас менять не могу и не собираюсь ибо царство небесное это царство любви и свободы туда входит только доброволь это у меня все надеюсь с этого дня жизнь многих изменится в лучшую сторону кто если сваливался вернется на путь покаяния и все у вас будет хорошо обязательно вместе когда-нибудь увидимся в небесном царстве где будем на облачках попивать небесное венцо я вас всех по-братски целую обнимаю всем желаю счастья и добра настоящего не искусственного созданного не иллюзия себе а действительно стать святыми и познать эту радость святости и чистоты сердца сердца не искусственного не искусственного не искусственного динам